призвать к этому других. Александр Коломийц, генерал-майор вооруженных сил Украины, ранее правая рука министра обороны, перешел на сторону ополченцев. Он рассказал, почему так поступил сам и почему бегут сотни других военнослужащих. Подробности у Екатерины Ивановой. Я генерал-майор вооруженных сил Украины Коломийц Александр Вячеславович. Мои последние должности помощник министра обороны Украины, главный аналитик вооруженных сил Украины. После такого заявления в Киеве уже точно постесняются сказать «не верю», когда перед телекамерами генерал-майор становится понятно. В генштабе вооруженных сил Украины большие проблемы. Я разговаривал со многими генералами, которые я знаю в генеральном штабе вооруженных сил Украины. Вы знаете, мнение об этой войне во всех отрицательное. Никто не хочет воевать. Коломийц оставил высокий пост и уехал из украинской столицы. Семью пришлось спрятать. Угрозы от бывшего руководства поступают регулярно. Свой переход на сторону ДНР опытный военный объяснил просто. Ополченцы по мирному населению не стреляют. В отличие от киевских силовиков. Также я обращаюсь к генералам, офицерам и военнослужащим вооруженных сил Украины. Не становитесь палачами и карателями. Не уподобайтесь тем, кого в 1945 году Нюрнбергский трибунал признал преступниками. Рядом с генералом еще семеро кадровых военных ВСУ. Полковники и подполковники теперь защищают жителей Донбасса и предателями себя не считают. Поступить иначе они просто не могли. У всех здесь семьи. Город Донецк. Город по Киеву. Родился не в Донецке, здесь учился и здесь живу более 25 лет. Раскол в украинской армии налицо, говорят офицеры. Приказы расстреливать, по их словам, берутся выполнять разве что добровольческие отряды. Общаюсь со многими офицерами ВСУ, бывшими коллегами, которые еще не смогли запятнать себя кровью. По словам участников пресс-конференции, с момента начала так называемой антитеррористической операции на сторону ополченцев перешли сотни солдат и офицеров. И это далеко не окончательные цифры. Многие офицеры украинской армии звонят и просят сюда вернуться, потому что многие проходили службу со мной и опять хотят вернуться, но немного боятся за то, что их там не отпускают пока. Ну то есть происходят пока вот такие переговоры. Те, кто непростое решение уже принял, нисколько не жалеют и уже строят планы на будущее. Будем заниматься защитой населения, защитой своей земли, своих семей, всего Донецкого края. Будем заниматься теми задачами, которые нам будут поставлены нашим руководством. Все эти задачи, они все будут мирные однозначно. Впрочем, на сторону ополчения переходят не только военные. Так, глава подконтрольной Киеву Луганской таможни Олег Черноусов решил пожертвовать карьерой и переехал в ЛНР. В родной Луганск вернулся и офицер службы внешней разведки Украины Алексей Мирошниченко. Но больше всего жителей республики поразил поступок его брата Юрия. Сотрудник посольства Украины во Франции решил уехать из Европы обратно на родину в знак протеста против политики Петра Порошенко. Екатерина Иванова, Надежда Рыбкина, Дмитрий Кулько, Олег Прохоров, Олег Христов. Пятый канал. Кризисную ситуацию на юго-востоке Украины, а также ход реализации минских договоренностей сегодня Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Ландом. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обменялись мнениями по поводу предстоящей встречи в нормандском формате на уровне глав МИДов. Она состоится уже завтра в Париже. Владимир Путин вновь подчеркнул, что необходимо немедленно решить вопрос о прекращении обстрелов украинскими силовиками городов и сел Донбасса и активизировать процесс политического урегулирования. Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России еще на 6 месяцев до 31 января 2016 года. Решение об ограничительных мерах было принято еще под предами стран-участниц Ассоциации, а сегодня согласовано в Люксембурге. Советом ЕС на уровне министров иностранных дел. При этом в Брюсселе настаивает, что несмотря на санкции, хотят улучшить отношения с Россией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. По ее словам, принятое решение вынужденное и далось оно непросто. Решение продлить действие санкций против некоторых отраслей российской экономики – нелегкое решение. Это просто естественное последствие решения, принятого Евросоветом в марте, которая гласила, что снятие санкций должно быть связано с полной имплементацией Минского соглашения. Это не означает, что с нашей стороны нет попыток повысить уровень диалога и понимания с Россией. Мы работаем в достаточно эффективной манере. Есть много вопросов в регионе, на наших южных рубежах, по которым мы работаем вместе с Россией, скорее в конструктивном ключе. В российском внешнеполитическом ведомстве такой шаг со стороны ЕС вызвал разочарование. На Смоленской площади подчеркнули, в Европе вновь возобладало влияние русофобского лобби. Европейский союз по инерции продолжает возлагать всю ответственность за полное выполнение Минских соглашений на российскую сторону. Абсурдность такого подхода уже давно всем понятна. Ключ к урегулированию внутриукраинского кризиса было и остается в руках Киева, который не спешит выполнять свои обязательства. Западные санкции Москва продолжает считать необоснованными и незаконными. Теперь ожидается ответная симметричная реакция. Правительство России уже направило на рассмотрение президента предложение о продлении контрсанкций в отношении ряда стран Евросоюза. Так легко разобравшись с санкциями, ведь решение принято загодя, Евросоюз никак не может решить свой греческий вопрос. Экономика страны катится в пропасть и въезд не знает, что делать с Грецией и ее долгами, коих накопилось уже больше, чем на 240 миллиардов евро. Если помогать, то как? На экстренной встрече глав государств и правительств еврозоны Греция как будто обрела надежду. По предварительной информации, предложив взамен то, чего в стране так боялись. Еще больше экономии. О настроениях политиков и перспективах народа, которому ту же некуда затягивать пояса Виталий Чищухин. Вслед за финансовой паникой в Афины пришли настоящий хаос и гражданское противостояние. В многотысячной толпе в центре города этим вечером можно отыскать и плакаты с надписью «Любое соглашение лучше выхода из еврозоны» и транспаранты самого левого толка «Нет евро!» И все же время Греции в еврозоне еще не сочтено, но его с каждым часом все труднее повернуть вспять в запасе последняя неделя. Охвативший страну страх перед дефолтом сегодня нанес очередной сокрушительный удар. Банки все-таки ограничили снятие наличных, ведь только за выходные из них утекло еще 400 миллионов евро. С Евросоюзом это может сыграть настолько злую шутку, что лидеры ЕС, отбросив все дела, съехались на экстренный саммит. Я созвал эту встречу, потому что время работает не только против Греции, но и против всех нас. Стратегия «давайте подождем и посмотрим» должна закончиться. В этот вечер я хочу, чтобы были выложены все карты на стол. Это не значит, что я намерен обсуждать технические детали, но я хочу положить конец политическим азартным играм. Но стоит ли рассчитывать на позитивный исход, если соглашение было опять отложено еще до начала встречи? После заседания Еврогруппы основания для принятия решения нет, и поэтому наша встреча носит сугубо консультативный характер. Мы хотим не просто очередного договора еще на несколько недель или месяцев. Соглашение должно быть всеобъемлющим и долгосрочным. Если мы ставим такую цель, лучше поработать еще несколько дней, но добиться нужного результата. Это означает, что выход для Греции до сих пор не найден. Но Евросоюз больше не пугает тем, что захлопнет за ней двери с той стороны. И премьер Ципрос, снова любимый ребенок, точно блудный сын, в самый последний момент вернувшийся в большую европейскую семью с новым пакетом предложений. Мы еще не пришли к соглашению, но мы сделаем для этого все возможное. То есть вы согласны с тем, что я предлагаю? Алексис Ципрос все-таки готов пойти на временные непопулярные меры для того, чтобы в бюджете страны образовался необходимый для уплаты долгов профицит. Если так, то грехам снова предстоит ужаться, потуже затянув пояса. Пенсионная реформа предполагает отмену раннего выхода на пенсию, увеличение взносов и ликвидацию высоких надбавок. Для работников с ежегодным доходом свыше 30 тысяч евро и компаний с прибылью от 500 тысяч, планируется ввести специальный налог, ударят преобразование и по простым потребителям. Грядет увеличение НДС для отелей, ресторанов и, конечно, на продукты питания с 13 до 23 процентов. Отсюда главный вопрос дня. Спасет ли Грецию гирос? Самое популярное до сих пор дешевое блюдо греческой кухни теперь тоже призвано пробудить финансовый аппетит национальной казны. Специальный налог хотят распространить едва ли не на все мясные продукты, так что грекам и многочисленным туристам теперь будет точно не до жира. Но полнейшей сенсацией станет, конечно, отказ Греции от евро и переход к национальной валюте, например, Драхме. Такая развязка в этой трагедии тоже рассматривается. Все брошено на спасение, но ни Греции и ни Евросоюза вполне возможно. В борьбу за землю Эллады вступил военный блок. Все последние часы США будто бы негласно призывали Старый Свет любым способом поддержать греков и не отказываться от терпящего бедствия Балканского полуострова, который с учетом выгодного морского положения называют не иначе, как еще один авианосец НАТО. Виталий Чищехин, Андрей Астербах, Дмитрий Мельянов, Европейское бюро Пятого канала. В Волгоградской области начались соревнования, на которые участники приехали со своими танками. У них биатлон. Все как на обычной трассе у лыжников. Сначала едешь как можно быстрее, потом стреляешь как можно точнее. Но только учитывая габариты, можно представить, насколько все зрелищнее. Тем более, что начались гонки в грязи. Дождь смыл самонадеятельность тех, кто думал, что все предусмотрел на тренировках. А Новоропай наблюдал за биатлоном тяжеловесов. Со всего разгона в воду на полном ходу, не снижая передачи и форсирование брода. Останавливаться никак нельзя, иначе танку придется делать реанимацию. Машина может увязнуть. Да и каждая секунда на счету драгоценное время лучше потратить на прицеливание. Танковый ров, косогор, стенка. Экипаж должен преодолеть множество препятствий. Все они не просто выдуманы организаторами танкового биатлона, а имитируют реальные условия боя. В остальном все как в биатлоне обычном. Вот только масштаб и оружие гораздо серьезнее. Сегодня экипажи будут делать по три круга. На каждом круге будут выполнять стрельбу первой из танковой пушки, зенитного пулемета и спарина пулемета. И на каждом круге преодолевают те же препятствия. Главным препятствием сегодня стал проливной дождь. Уже на первых заездах он превратил трассу в болото. Впрочем, танкам это нипочем. Сразу после гонки танкистам приходится переодеваться в чистое сухое. А после отмывать технику. Здесь ее берегут. Впервые экипажам разрешили приехать на биатлон на своих машинах, модернизированных Т-72Б3. Мы на этих машинах тренировались. У меня, кстати, каждый свой техник, каждый знает. Я вот научик-оператор. В принципе-то я уже знаю, как машину пристрельбить. Куда она может увезти. Может, не долет, может, перелет. Уже знаешь, куда брать, куда стрелять. Стрелять надо очень метко. За каждый промах судьи выписывают штрафной круг в полкилометра. На кону участие в чемпионате мира. Он пройдет в подмосковном полигоне Алабина уже в августе. За путевку сражаются все четыре военных округа. Здесь только элита танковых войск страны. И, конечно, болельщики. Они кричат до потери голоса. Наши танки быстрые, наш экипаж мощнейший. Пока показывает лучший результат, мы гордимся своим восточным округом, своими танками и своими людьми. ВМО! ВМО! Судья даже распорядился специально проверить танки восточного округа. Уж слишком быстро. Правда, ничего запрещенного правилом не выявили. Экипаж у них действительно бывалый. В прошлом году занял первое место на мировых гонках. Правда, из прошлого состава остался один Александр Рыбаков. Опытный механик-водитель. Один уволился сразу после того, как приехали. Другой уехал на учение. Не получилось у него приехать. Тренироваться сразу. Он уехал на учение, мы начали тренироваться. Былые лавры не помогли экипажу Рыбакова вырваться вперед. По результатам первого дня его команда только на третьем месте. Золото у южного округа, серебро у западного. У каждого здесь свои секреты подготовки. Кто-то, например, изучал все детали на видео, как это делают, скажем, футбольные тренеры. Биатлоны и игры мы смотрели, тоже так экипажем сыграли, смотрели. А мне зачем? Где какие-то нюансы для себя взять, то, что применять. Некоторые свои нюансы. Каждый экипаж, например, по-разному загружает боеприпас. Режим особый и очень интенсивная подготовка идет. Это каждодневная стрельба, вождение ганка, его же обслуживание. И это все происходит в любую погоду. Как раз из-за сегодняшней непогоды можно надеяться. В грязь лицом уже на чемпионате мира российские танкисты точно не ударят. Конкуренция Валабина будет серьезная, как и в прошлом году приедут участники из 12 стран. И среди них вновь нет танкистов из НАТО. Хотя приглашение им и направили. В Североатлантическом альянсе решили ограничиться статусом наблюдателей. А посмотреть им будет на что. Вот уже два года подряд российская сборная доказывает, она лучшая из лучших. Вон прудбой, Волгоградская область.